И снова здравствуйте, уважаемые телезрители! Утром на Енисея продолжает свою работу в прямом эфире. Наталья Винокурова и Игорь Костенков открывают эту рабочую неделю. На сегодня понедельник, необычный день весеннего равноденствия, а точнее сутки весеннего равноденствия. Сегодня день равен ночи, а вот насколько пытается выяснить наш корреспондент Юлия Белевич, она на прямой связи со студией, она рассказывает о том, что традиционно эту дату считают либо мистической, либо немного загадочной. Но мы сейчас узнаем подробности. Юля, доброе утро! Доброе утро! Скажи, ну насколько прибавится световой день сейчас? Да, ребят, доброе утро! Ну уж, вот теперь действительно пришла настоящая весна, и действительно ощущается, что совсем скоро лето, совсем скоро настанет тепло, потому что теперь-то световой день будет наконец-то длиннее ночи. Вот дата весеннего равноденствия вообще, когда вот она случилась на самом деле вчера в этом году, она выпала на 20 марта. Дата эта уникальная. Дело в том, что промежутки между двумя весенними и двумя осенними равноденствиями называются тропическим годом, и в каждом тропическом годе около 350 суток. Ну вы понимаете, что это число может колебаться в зависимости от того, весокосный год или нет. И день, когда высчитывается весеннее равноденствие, каждый год, соответственно, выпадает на разные даты. Вот в этом году он выпал на 20 марта. Вот это действительно такая достаточно магическая дата, наверное, для некоторых. Вот она необычная. Допустим, еще со времен язычества дню весеннего равноденствия приписывали многие магические свойства. Это единственное время в году, когда зима встречается с весной, а день равен по продолжительности ночи. И по поверьям в этот день на землю спускается бог солнца для того, чтобы проверить, как идут дела у его земных сыновей, дочерей, ну и чтобы помочь им сделать все хорошее для этого мира. Вот даже сегодня и вчера был замечательный день, если вы помните. Сегодня очень хорошая погода, светит солнце. Вот. С 20 марта в этом году также связаны другие различные суеверия. То есть в этот день можно было гадать. И сегодня, кстати, еще можно гадать. Вот. И у ребят хочу спросить, которые у нас сидят в студии, наши замечательные ведущие. Ну а вот вы знаете какие-нибудь традиции, может быть, обряды, которые связаны с днем весеннего равноденствия? Ну, честно говоря, я теряюсь в догадках. Я ни разу об этом не задумывался. Лучи солнца считает. Как считать? Не, на самом деле, я думаю, что если не знаешь каких-то определенных традиций, нужно просто устраивать народные массовые гуляния и все, и вот такой праздник отмечать. Ну а на Руси раньше как-то вот были какие-то определенные действия, которые нужно было выполнять именно в этот день? Полыбаться. Так, ну да, народные гуляния, это близко, ребят, но так как вы не совсем в курсе, вот мы спросим авторитетного человека у Яросвета Ермоленко, он руководитель Центра славянской культуры и не понаслышке знает, как отмечали на Руси день весеннего равноденствия. Яросвет, ну вот скажи, действительно такой все-таки праздник, да? Вот на самом деле праздник. Да, это был один из таких же почитаемых, как Новый год праздников. Был период даже на Руси, когда именно в это время праздновали Новый год. В 10-13 веке Новый год праздновали в это время. Поэтому, конечно, это время волшебное. Считается, что силы света и силы тьмы в этот день, они в равновесии. И у каждого человека есть в этот период выбор такой, на чью сторону стать. И поэтому, чтобы не было искушения стать на темную сторону, люди в это время праздновали, веселились, чтобы радостью своей отогнать зимнюю тоску, уныние. Потому что считается, что зима – это время, когда владычествует царица мира мертвых, мира Нави, Марена. И, кстати, вот традиция сжигать чучело Масленицы на праздник, как раз связана с тем, что сжигали раньше не Масленицу, а Марену. Праздник он реально назывался Масленица Камаедица, да? Но праздновался у русичей, до прихода еще христианства, праздновался в день весеннего равноденствия. И праздновали неделю до весеннего равноденствия, неделю после. То есть две недели были Масленичные гуляния. В это время никто не работал, в это время веселились. Молодые люди искали себе вторую половинку. Поэтому очень много игр было, как найти вторую половинку. Потому что на Руси очень серьезно относились к созданию семьи. Это было очень важное действие. Поэтому молодые люди, они проверялись в действии. Вот как сейчас встречаются молодые люди? Они верят друг другу на слово. Раньше такого не было, нужно проверить в деле человека. И поэтому, когда девушка смотрит, как парень в состязаниях, в стеношных боях участвует, как он побеждает, и она видит, да, это очень активный, сильный молодой человек. За него выйдешь и будешь реально замужем. То есть как за стеной. Он защитит, обережет, обеспечит. И таким образом на Масленицу как раз в дни весеннего рано-11 делались такие гуляния, где каждый мог себя проявить. Вот, девушки, возьмите на заметку, может быть, ну, так как вчера уже вы день рано-11 пропустили, но, возможно, на следующий год именно в этот день будете искать вторую половинку. Яросвет, ну, вот вы уже даже раздели, сняли куртку, то есть уже совсем готовы к весне. Ну, и как нам теперь, как считаете, полегче будет жить-то сибирякам? Да, конечно, весна уже наступила, сила солнышка, она растет. На Руси, кстати, говорили не солнце, а ярило. Ярило. То есть ярая сила, она приходит на землю и своими лучиками согревает землю. Поэтому, конечно, будет хорошо. С каждым днем все теплее и теплее. Ну, мы поверим вам на слово, так что, ребята, вот, помните, теперь все будет хорошо. Весна совершенно пришла, скоро лето, так что пережили зиму. Студия. Спасибо большое. Это была Юлия Белевич, рассказала о традициях весеннего равноденствия. Все мы поняли, что нужно сегодня улыбаться и веселиться. Ну, а смогут ли это сделать жители северных районов нашего края? Не помешает ли им погода? Об этом расскажет Наталья Винокурова.